Добрый вечер, дамы и господа, у нас Феникс и Высший Дивизион, и Джинни играет против Вен Лекса, это Хуманы на Некроманты. И у Некросов... Так, обновляйся. Во. И у Некросов есть Маг. Болельщики болеют за Джинни, кстати, сегодня. Фига, тут Джинни кинул. 8-18, и против 14, окей. Ну, у меня нет потери кадров, я не знаю. Взяточка, Маг, две девочки и Рамтут собственной персоной. Собственно, Лонер заменяется Рамтутом. А как... А, он еще... Он еще зомбика взял. То есть, взятка, Маг, две девочки, Рамтут и зомбик. На Индусменты. Нет, Парапан, надо писать, что ты хочешь от Джинни Хуманов. Ну, и, собственно, все знают суперкоманду Джинни. Это Айкарда, Ильдефонсо, Ланфранка. Кстати, подрастающая звезда, которая получила агилку. А, еще и Чинни, да. Слушай, я что-то Чинни-то и не заметил. Я думал, что это второй Волк. Я почему-то не подумал. Да, Индусментов реально тут тонна. Идеальная защита. Идеальная защита, и все сбегают. Все сбегают от ребят с Майти Блоу. Это точно. Гуляш подбирает. Цедра, кстати. А где второй Гуляша? А второго Гуляша нету. Игра в одного Гуляша. Очень неплохой Волк с Майти Блоу, Бладжом. ПО только не хватает, но все равно неплохой Волк. Единственное, что я стребал, я еще понимаю. Ну, походу... Походу Клавса выгоднее. Но, может, я что-то и не помню. По-моему, Вампир доступен и Некромантам, и Андедам. К-Л-М-Н. Есть у Некромантов Вампир. ПАТИ ЛИКС КОМА. Так. Что, я там запись-то не забыл? Нет, не забыл. Это все шикарно. Амброзио, собственно, персоны на поле. Тут, тут, тут я... Я не знаю, как Джинни это получается выращивать. Что это такое просто? Он еще дубль кинет обязательно. Ланфранко обязан кинуть дубль. РИКО. Это парень с блоком и силой. Ланфранко, сила Агила. Амброзио, сила и три дубля на игроке. Стоп. Нет, два дубля на игроке все-таки. Агила, точнее, два дубля на игроке. Амброзио. Ильдефонса, мув Агила. Айкарда, Агила. Просто сколько же здесь статапов. РИКО, да. Ну, кстати, уже, по-моему, кто-то был. Сила Могила. Но не знаю, как Сила Могила. РИКО пока тащит. После смерти одного тролля, который был очень неплох, от одной команды, одного тренера, вот, РИКО стал неоспоримым, по-моему, лидером сейчас среди Биггаев. Здравствуй, мистер Хорхорн. Однажды Маг накроет троих, и они умрут. Ну, будет печально. У Джинни самая низкая смертность среди, по-моему, всех команд в нашей лиге. По крайней мере, как минимум, самая низкая смертность среди команд, сыгравших столько же игр, сколько вот эта команда Хуманов. Мои Хаи сыграли, по-моему, в прилично меньше игр, а смертность, по-моему, в пять раз больше, чем у Джинни. Блиц в три куба Рамтутом. Я не знаю, зачем. Я вообще не понимаю, зачем блицевать Рамтутом, если есть настолько прекрасный волк, и все равно стоял гард, и волк мог бы сделать все то же самое. А Рамтут просто почему-то, опять же, почему Рамтут подошел с краешку, а не вот сюда, мне тоже не очень понятно. То есть можно было бы двоих Хуманов повязать. Вместо этого он держит непосредственно Нарцисо. А Нарцисо — это вторая сила, седьмая броня, но при этом грязная нога. Три куба, а смысл с этих трех кубов? Здесь четыре куба получается, два раза по два. Единственное, что он мог бояться уводить отсюда волка. То есть ты вот ударил, на второй раз повалил, и куда? Ты волка уже никуда не денешь. Может прилететь, может в этом идея. Тогда бы Вайтом бил вообще. Хотя Вайтов с Майти Блоу нету. Они оба нулевые. Чеи не выходят на тропу войны. Волк в тулупе. Карманы под цвет формы красятся, оказывается. Что-то я не замечал раньше, что карманы красятся под цвет формы. Ну окей. Ну здесь не клетка, здесь скорее кран какой-то. А некры такие грустные, потому что они из многочисленных дропов пролетели дивизион один. У них там игр, по-моему, вообще копейки какие-то. Здорово, моральтери. Здравствуй, батлбир. Сколько? Раз, два, три, четыре. Хотя пять сезонов они отыграли. Не знаю, почему за пять сезонов они такие не очень. И в Фениксах у них две победы всего лишь навсего. Над Хремом и Васага 4-0 они уделали. Здравствуй, фанмат. Причем это первая игра была. Восемь нокаутов, шесть травм они сделали. Прикольно. Ой, там, там, по-моему, был пожар. Вообще, по-моему, я стримил это дело, и там пожар был. Ну, по крайней мере, за окном ночью было явно светлее. Примерно как в Питере. На три плюс. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Ну, на три плюс. В два куба можно влететь. Ну, такое себе, на самом деле. О, отлично, Винтерос. Шикарно, посмотрим. Чей не держится? Че? По-моему, Амброзио уже растерял свой удар. Он уже не так яростно бьет всех подряд. Кстати, Гелиодоро это лучший кетчер в лиге по версии двухагильных игроков. Хе-хе-хе-хе-хе. Кстати, привет, Винтерос. Давай-давай-давай-давай. Почему не сюда? Потому что боится грести, что ли? А, хотя, да, да, дается ассист дополнительный. Можно грести. С другой стороны, сюда можно поставить Горда. Вот этого блоджера как раз, Альвара. И Рико уже вряд ли огребет. Если бы здесь стоял, здесь бы два хумана стояло. Ну, самому садиться на рамту-то тоже не очень на охоту. Додж грязной ногой неудача. Реролится ради фала. Но собаки все равно. Зато сброшен на 1-2. Но... Я не уверен, что это был полезный додж. Макс, включи просто другой плеер. Просто другой плеер. Да, блин. Вот это я хотел открыть. Не, не, дроп. Нет, все нормально. От... Ну, этот парень вряд ли попадет, если только сюда. Сюда. Хотя, пятый мух. Ты, ты. То есть, он блицует сюда. Ради чего? Ты приходишь сюда. Ты блицуешь сюда. Ты закрываешься здесь. Ой, хорошо, что три куба. Ну, если достаточно ассистов дать, то, да. Четыре, пять. Три, четыре, пять. Надо еще один ассист давать. Тогда было бить сюда-сюда. И здесь выталкивать. Подходить на край. Потом Амброзио впрыгивает. И на джиггернауте тебя в ад отправляет. И уходит отсюда. При этом Диего просто встает здесь, да. А этот парень уходит в ад. И не регенит. С одним ассистом можно ударить по зомбью. Дорог все стоит. То есть, этот перебегает сюда. Здесь три куба. Поднялся. Ничего не дало вроде бы. Три куба хороших. Ну, надо брать шестерку и оставаться стоять. Сюда. А зачем он тут сам пошел? Вот это я не понял момент. Зачем он пошел, чтобы этот парень поднялся? И опять пришлось тут что-то колдовать. Почему? Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Да нет, вполне доходил. Даже липом сюда. Он бы доходил все равно. Раз. Два. Три. Опять чайник выхватывает. Здесь гард очень сильно мешает. Даже несмотря на то, что здесь данные ассисты. Как-то все очень-не очень. О, гард подошел. Что-то мне кажется, сюда будет удар. Потому что здесь ассист снят. Здесь два ассиста есть. Удар сюда. И открывается удар сюда. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Даже так. Джиггернаут есть. Не надо его использовать. На тебе. Удар сюда и фол. Рамтута. Блин, а рамтут с регеном. И убежал. Вот эту я бы сюда сместил. Чтобы нельзя было на халяву пробежать. Пусть его бьют. Гелиадоры. Но тем не менее. Рычка есть. Успеха нет. Печально. Но сброшено 2-2-1. Как бы уже хорошо. Нашлась шестерка как раз. Потому что Джиггернаут. Потому что Джиггернаут Донба. Попробуй. Ммм. Ммм. Попробуй. Джага. Джага. Да. Как-то так. И фол. На тебе. Правда удаление. Но. Но. Парень. Вышел. Хоть и порегенился. Но с поля то вышел. И свист. Так и должно быть. Он же блицевал. Не. Грайндпор уже не отменяют. Уже даже на блоке не отменяют. Амброзио блицевал. Он вот здесь стоял. Отсюда ударил. И ушел вот сюда. Падает фаербол в кучу хуманов. Хуманы говорят. Ме. Зато освободились. Освободили волка. Никогда не любил вот такие фаерболы. Чисто на урон. Конечно да. Здесь прикольно. Здесь шесть хуманов. Но блин. Результат все видят. Проклятые рудники. Жалко, что этот парень порегенил с одной стороны. С другой стороны. Блин. Без него бы у некрасов по-моему вообще все плохо было бы. Здесь зомби пытаются объяснить Викториану, что он не прав. Что зомби правы. Что такое парапан? Да, вот фалы пилами что-то сломаны. Вообще жесть. Особенно печально смотрятся фалы с своими пилами. То есть когда у тебя габаситская пила без лонера, ты такой пилишь лонера и тебе говорят. Ну, чувак, хочешь приролить? Кидай лонера. И такой, ооо, и сразу загрустил. Один Д-бросок самый лучший в этой жизни. Это всем известно, что один Д-броски самые лучшие. Особенно если ты их не валишь. И побежал. Вот кто-то сейчас огребет амброзийского пинка. просто как бы за все грехи. Привет, Эронкорва. Как тебе новая команда твоя? Тито принимает удар. Нормально принимает удар. Ну, мы же все понимаем, что это не остановит, да, Хуманов? Особенно вот здесь весело. Можно вытолкнуть чейни, разменяв его на тачдаун. Не, Эронкор, у тебя вроде... Ты же сменил своих Хуманов, да, на новых? Точнее, на Некросов, по-моему. А, нет. У тебя все еще твои Санрайсы. Извини. Значит, я с кем-то тебя спутал. Но я помню, что какой-то Хуманов поменял своих Хуманов на что-то такое бессмертное. А, у тебя Ульман там подрастает, кстати. Хороший парень Ульман. Первая Тупка на третий ход. Следующая должна быть на восьмой. За счет Горда есть удар. Такл даже не понадобился. Добра, Сорос. А, Алнарес поменял. Блин, а вот это плохо. Это реально плохо. Придется сюда подводить Гелиадора. Да вообще, Винтурас, я надеюсь, что я в следующем сезоне как бы попаду в быструю группу. А не слоупочную. Гелиадора охраняет мяч. Здесь что-то неудача. Здесь не стал освобождать зомби. 8 тупок за 12 бросков. Ну, это приблизительно как вот у меня позапрошлый матч подземка, где я против Нурглей кидал. Там за 16, по-моему, бросков. За 16 бросков 9 тупок, по-моему, было. Или что-то около того. Рады, что именно Энте. Да, это забавно, согласен. По-моему, я два раза кида... А, я в конце уже кидал 4+, когда поле освободили от игроков и некем было кидать. Ну, некем ассисты давать. Это не помогает. Это тоже не помогает, на самом деле. Сидестеп. Сюда. Ну, и упал. Даже подкатки понадобился. Так. Теперь хуманы должны переходить в контратаку. Я даже вижу развитие контратаки. Блиц в этого парня. Подбор с помощью Амброзио. Пас на Рико. И Рико уходит в закат. На него вешаются зомби, но на 2 плюс дожится и уходит. А, стоп. Ему даже не обязательно зомби на себя вешать. Он уходит сюда. Этого парня просто держит. Зря доджился. А ты бы что делал, Колён? Бам. И Ченни покинул поле. Минус 2. В то время как у хуманов минус 1. Рико давит интеллектом. Минус индуса. Ну как? Девочки все еще есть. Взятка все еще есть. Я только не понимаю, почему не было попыток фала. Ну да, Рико такой. Он умеет. Ну что, на 4 плюс подбор? А нет, лучше на 2 плюс. Как раз двойчика выпала, кстати. Неужто Альваро вспомнил старые добрые времена? Смотрите. Альваро снова с мячом. И как горят его глаза. Вы посмотрите, как изменилось его лицо. Он буквально помолодел сезонов на 5. Амброзио, да, извини. Не Альваро. Здорово, Клэм. Альваро же... По-моему, здесь нет. Дождем. А, вот Альваро. Блин. Ну, извините, Амброзио. Я просто думаю о том, что он еще не походил этим парнем. И пытаюсь как-то это к мячу привязать. Такие, знаете, по Фрейду оговорки. Отменился стенд фирм ради того, чтобы поддержать Огра? Реально? Это так работает? Ну... Можно было даже без даджа, в принципе, здесь бьешь, здесь бежишь. А, так и будет. И здесь будет додж и удар в два куба. Нет, конечно, не меняется. Паролина! Блодж переоценен! Опа-на! Смотрите, как кто с мячом! Это же Цедра! Ну, к сожалению, Гуляш уже никому ничего не передаст, либо он блицевал. Грайндкор, здесь много вопросов относительно распределения индус-минтов. Нормально подошел в два горда. Сейчас ему эти горды объясняют, что здесь вообще не надо стоять. Еще вот этого отпинают, и будет вообще минус 3. Кстати, удар сюда, удар сюда. Рика свободен. Рика свободен! Рика может колотить. Два пива нормально, как бы. Взятку я бы приплюсовал. А, здесь же зомби еще нанят. Один из вот этих зомбей Джорни Мэн или как это называется? Мерсенарий, короче, нанят за индус-минты. Как это? А, блин, да. Чейни же появился, да, тогда никто не нанят. Я просто помню свои измышления изначально, когда я чейни принял за второго волка. Да, согласен, окей. Тогда все нормально. Рычка сюда. Как бы стаклом ударить в два куба. В принципе, толкаем сюда. Подходим, ассист даем. с доджа удар и огельно сильный парень подбирает мяч. Я бы сюда вставал. Без разницы. Был бы у него джампап, но у него нет джампапа. Можно было бы на него толкать. получай. Не скучай. Не скучай. Не скучай. Додж успех. удар аж две шестерочки. Блодж переоценен в очередной раз. А почему не вверх? Просто блодж ненужная вещь. Он переоценен постоянно. рьянно. С другой стороны седьмой армор пока что прочнее прочного. Прикрывает волчка. Чтобы он особо не был рьяным. Но надо рычать здесь, подбирать мяч. Блодж фигня. Да, блодж фигня. Это реролл. И убежал. Хорошо. Теперь время удара наверное здесь и рычки тут. Единица. Brain damage. Вообще он сюда доходит по-моему. Раз, два, три. Удар. Удар здесь. И если ты валишь, то есть один дэв мяч. удачи. 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 Ну ладно Мне моя идея больше нравилась Не, Колян, зачем? Вот этот парень приходил, давал ассист За счет голема получилось бы 2 ассиста Удар здесь Зомбией и Блиц в 1д Двоечка, блок есть Б1, это эти, по-моему, были Витамины у кого-то А, нет, это командный Все правильно Это Бист Чей-то Пришлый парень Б1 это местный, да Все правильно Мандарин За 3 хода хуманы смогут занести 1, 2, 3, 4, 5, 6 Так, это не успех А это успех Нет, не дал бы Зомби бы здесь не пролез просто Ну, Рика пока только 2 раза его вспоминает Так что это еще не Вьетнам Он скорее рецепт лапши вспоминает Дорогу, Дивнинг Так Так Даем ассист сюда Контр-ассист сюда Можно, конечно, пожадничать И вообще не забивать Вытолкав гулю в ад То есть ассист Ассист сюда Толкаем сюда Подходим И выбрасываем в ад Но, блин Забить тогда нереально Можно дать сюда ассист Удар сюда Ну, здесь контр-ассист, соответственно С Блица удар сюда Додж и пошел Ой Че-то он вподряд уже тупит 2 хода Походу Вьетнам начался Дорогу, на Тебя, кстати, как? В субботу ждать? На Раз Так Контр-ассист Есть Да, согласен Раз, два, три Четыре, пять Шесть С ГФИ Не Неприятно Ну, всегда есть Три плюс, два плюс Как бы Ну, бывает Дару подъехали, я так понимаю Я надеюсь, не на парня с десятым мулом Конечно, на Например, на форуме Сходка в Москве называется Там туда-сюда Тридцать два плюс Тридцать два плюс Конечно, сложновато прокинуть Но я тебя понял Не, почему? С Блицом Если он этого парня валит То он уходит на два плюс Не везет Не везет ему на Блицеров Строидов Нажрался Не, не Это нормальный парень Он не употребляет Синтол Там И этот Мельдоний Он не такой Как остальные Проходить И Где у нас тут Блутболисты собираются В этот момент Сейчас Секундочку Ты можешь в автопе Посмотреть Как бы В автопе Есть Таганская улица Дом 13 Строение 3 Ну да Может быть Клеймон Еще поменяет Эту всю идею Лучше следи За темой Автопе На форуме Ох уж Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь В субботу В субботу Что там Что там Что там происходит Это вряд ли вкладка Он скорее всего За него Убежит Чтобы Вайт Его не Помарчил Ну Чтобы было Не просто Помарчить Как минимум Ну Хот Краб Это же Двойные Стандарты Ты же Знаешь Ну Я например Часто Вижу В самом Низу Заходим На рубл Да И такой Вниз Опускаемся Самый Низ И там Есть Такой Лог Репутации Последнее Сообщение На форуме И Есть Последнее Сообщение В каком Ну Как бы В каком Разделе И как Оно Называется Я например По этой Штуке Ориентируюсь Либо Просто По последним Сообщением Можно Последнее Обсуждение Окей Вайт Решил Поспать Ну Две Девочки Его Разбудят Наверное Тут В принципе Два Парня Которые Должны Встать Там С Нереально Огромной Вероятностью И Кстати Возможно Джинни Замутит Вкладку Викториана Ради Того Чтобы Викториана Качнулся Ну Я бы Не стал На самом деле Линей Качать Время С 12 Часов Там Было Описание Итак ТВ Заоблачное Ну Как Видишь Все Таки План План Именно Тот Который Я Увидел Только Через Пас Чтобы Качнуть Ланфранка Чуть Чуть А может Он Будет Ланфранка Вкладку Давайте Заносить Ну Вряд ли Ну Мы Обычно Всегда В 12 Собираемся Грайндкор И Скорее Все Будем Опять 12 Собираться Можно Пойти В Черную Гвардию И плюнуть Старока Например Или Попросить Его Постричься Я же правильно Сказал В Черную Гвардию Я же не сказал В Старую Гвардию Раз Два Три Четыре Пять Шесть Хорошо Этот парень Заносит Тем более Старок Как бы Чемпион Мира По версии Этого Как его Ну По каким Правилам Ваху-то Сороковую Играют Нормально Он в минус Уехал Только Бухать Грэндхор И на столке Ну Просто Когда Последний раз Приносили Туда ББ Че-то Я не оценил Если честно Как раз Песец Приносил Ну Он Один Из Чемпионов На самом Деле То есть Они Командой Ездили И как бы По сумме Очков Команды Они заняли Первое Место Реролл Стрелки На стрелку Истинный Баш Ну В принципе Это восьмой ход Какая разница Бам Мы когда В горцующем Гноме Собирались Там По-моему Три партии За все Вообще Заседание Три партии Было сыграно И то В одной Просто Унесли Всю команду С поля И было Тупо Нехим Играть Поэтому Там Партия Быстро Прошла Ну Что Напоится Линеечка Да Я сказал Песец Ой Нифига себе Кто-то Даже Не поднялся С двумя Девочками Охренеть А второй Поднялся Наоборот Без Девочек Ему И на Пятерочку Нормально Встать У Джинни Опять Полный Состав И Это Начало Второго Тайма И Атака Хуманов Ну Вот так Ролим Возможно Не знаю Церуил Я Я Например Не пью И нормально Почти на всех Сходках Был По-моему Кроме Одной Не Арткости Пьет Кстати Он же Пивасом Загонялся Когда мы Этот Вторую Мистику Катали Он не Танцующий Он горцующий Клейман Я Его Убедил Оооо Прям Достижение Просто Споил Человека Ачиммент От Unlocked Просто Чашечки От Некроматов Если честно Я не ожидал Увидеть Я не знаю Зачем Они Вообще Некромат От чашки О да Давайте Опять Поедем Бухать Короче По 600 Рублей За 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 Стакан 300 Миллиграммовый В Примусе Жи Было Так Прекрасно Особенно Сухарики По 600 Рублей Это Вообще Топич Ну и что Это плохо Клейман Если нас будет больше А не меньше А смысл Ехать туда Где не будет места Да Клейман Это не анекдот Это какая-то Наркомания На самом деле По ДНД Типа Ребята Шмальнулись Мулькой По Вене И Бахнулись Хоумрулить И у них Такая Паража Получилась А что Слишком дешево Ролим? Ролима 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 Я вообще Предлагаю Собраться На хате У Ситара Мне кажется Это лучший выбор И Взяточка Эх Джинни Джинни Ты потерял Своего Нарцисса И вот тут Взяточку Дает Здорово Пиварища Да Мы с тобой Играем В три куба Удар с блоком Не удался Желательно без Это Причем без Ситара А как же Потереть бороду Ситара И получить Плюс два Кудачи Здравствуй ВД бомбер Кстати он по моему Постриг бороду Или мне кажется Первая травма Минус агилка Не Не пригинено Но Этот лонер Никому не нужен Сегодня завтра Не давай Подожди Завтра Завтра у меня В 22 игра Соответственно Можно 8 вечера Пивар То есть 8 начинаем Потом я В 22 Вторую игру играю В очках Который позже Подошел Так Нав Какой парень Позже подошел Там Там термом В очках Кадаврик И Оксидум Возможно Еще кто-то Но я не помню Кто А Ну Давай пока В общем На 8 А Если что То На воскресенье На Воображаемый Друг В очках Окей Зомбики не падают Кстати Зомби Умирают Стоя Блин Отличное название Для команды Черт Не надо было Это вслух Говорить Да Завтра Будет Стрим На 2 Игры Точно Будет Стрелочки Что-то Кстати Вообще Никто Не попадал В этот Драйв Смотрите Один парень Только А нет Двое Упало Один Травмировался Подарил СПП Кому-то Нет Альвара Да Подарили СПП Альвара же бил На регенерацию Единичку А Амброзио бил Ну Амброзио не очень нужен СПП Но он хотя бы вспомнил как старый добрый он бил с руки Ну Кстати НТМ Если ты потрешь бороду Ситара ты станешь на время таким же читером как он Представляешь Ты можешь потереть бороду Ситара пойти купить лотерейный билет и просто выиграть что-нибудь Например лотерейный билет Забеет на записку когда смотрим матч наверное окей Нормальный ролик Слушай Грех это Выиграть лотерейный билет грех Или потереть бороду Четвертая тупка Кстати у Рико Четвертая тупка за игру это уже выше среднего Соответственно дальше скорее всего тупки должны на нет сойти Но у Рико очень часто какие-то флешбеки в последнее время Дабл дубль просто 4-4-1-1 Ну смотри смотри В принципе билеты неплохо Я правда не азартный человек до такой степени Я не верю что в лотерею можно выиграть Точнее как А да старый старый добрый флешбеки Согласен Да господа все кто планирует прийти на сходку отпишитесь пожалуйста в теме на форуме Чтобы вас всех посчитали и соответственно заняли нужное количество мест и столов чтобы на всех хватило и никому не пришлось как в прошлый раз сидеть под столом Да клейман конечно будет Он уже все жданники поел и ожидает Ну я не знаю насчет новогодних каникул про игру совсем забыл а здесь ничего не происходит здесь ребята просто перестраиваются ударили волка который стоял на ногах и все не там был башер там был башер он сказал что хуманы плохая команда и в итоге ему неожиданно не хватило места я не понимаю зачем вот так укреплять мяч что будет опять вкладка что ли я не верю что кто-то вот по такой дуге бежит например хотя бы здесь закрой дополнительно я понимаю парапан я понимаю ты главное приезжай блин интересно аситар будет я не против в принципе но ситара может и не быть он что-то подзабил последнее время приезжать зато лоин был несколько раз давай викториано живи а нет смотрите тут у Диего проблема нормально Диего живет ну всякое может быть как это никакого не знаю не знаю классный видос согласен не как-то без старенького праздника например у нас был алексайз у нас был вергер собственной персоной например из солнечного питера кто у нас был имплодят ну имплодят это прям вообще зажигатель вечеринок блиполк в общем блин дохрена классных ребят все отличные веселые бодрые даже частично лакеры тот момент когда ты в двухсильного парня кидаешь красные ой нормально поролил нормально пориролено гелиодора нет ты был моим любимым кетчером без статапов и дублей с минус агилкой жаль ты отправляешься на пенсию по-моему ты отыграл свое парень тббр ну не знаю парапан может быть и был но я его не видел минус мух ну это уже это вообще не интересно на самом деле тем более аптека использована сразу очень плохо очень плохая музыка в красный с реролом да просто классика давай рика вспомни ну я хочу сказать вьетнам но нет хотя а что вот с этими ребятами будут делать я так понимаю это будет додж все таки айкардо он огильный парень кстати представляете насколько тв просядет команда из-за того что этого парня не будет халфлинги халфлинги на деревьях карл ну повалил на двоечку конечно это успех без сомнения а может гобосы гобосы больше похожи кстати мне кажется надо вот сюда уходить здесь уже ну как бы некрасы вряд ли догонят с этой стороны быстрый волк остался здесь ну как быстрый седьмой мух можно вообще сделать вкладку сюда и побежать четырехсильным парнем корбокс спасибо за фоллоу удар турбодедом что-то турбодед лажает приходится реролить турбодед не лажает в прошлый раз была травма в этот раз нифига даже мать и блог не спасает турбодеда по-моему он опять забыл устал устал дедушка под конец матча явно все уже не получается так хорошо как раньше можно пофалить волка кстати говоря но я не понимаю как задеваться здесь нормально потому что вот эти ребята бдят если от доджетса встать сюда встать сюда да ладно халфы в одной четвертой жесть я бы им за одну четвертую уже чемпионство бы давал то есть все дошел до одной четвертой халфами чувак ты чемпион take my money take my soul take my rock'n'roll что там а you can stop my rock'n'roll что такое блин там было ну без дп ты не так хорошо не так хорош Тито даже армор не пробил в три асиста я не знаю как это работает здесь додж вы слишком недооцениваете халфов мне кажется там просто каждую ночь этот тренер халфов в ночь перед матчем сидит с ведром хомячков ломает им шеи во имя там какого-то бога может быть даже во имя нафлы там о великий нафл дай мне шестерок дай единиц врагу и все это под хруст хомячков хуху му-м-м-м-м-м-м-р великий нафл шестерок на те с руки не нормально хуман держится макс а чё-то вообще переполз на этот на твич почему с гг просто не включить русский этот твич плеер с гг и ничья тогда получается гранкор хотя ну предположим что все вантерно удались ты короче такой берешь халфа на восьмой ход закидываешь тачдаун окей потом берешь на первый свой ход таро тайма тачдаун окей 2 2 ничья овертайм и овертайм не твой а оппонента он тебя заносит ты проиграл магия вантерно не поможет при таких раскладах как я уже говорил блодж переоценен он парень просто в 1д нашел пятерку сходу и отобрал мяч беды хмяки да но это уже как-то две магии грайндкор я рассчитывал на одну на так ману очень быстро сядет так этого парня можно сблица было отправить в ад потом треснуть здесь а ты гард а здесь 4 си а ну и здесь удар парень снимается с мяча здесь додж и уходим туда блин грайндкор а а на пиле что хочешь на пиле на дубле брать блин блок или дп а у пилы вообще куда выходы дать мне посмотреть гобосную команду я кстати вот не знаю куда там выходу у пилы и пила 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 бомбардир фанатик чокнутый агилка я думал пилы в силу есть выход а это у шара да у нас получается выход в силу охренеть там вар машина 3 гигабайт обновляется хорош вот это кстати очень удачно так и спать и моя радостью с ней грязная ты зомби а кстати сыграла не игла надо уронить уронить жаль жаль ну чё стоим рифа ловим стоим наверно блин амброзио может амброзио реально еще может надо сюда куда-нибудь отходить ну не знаю я бы не так далеко уходил рико просто рико какого хрена ты творишь это уже шестая по моему тупка за игру или пятая пятая или шестая кто считал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 сюда можно сбежать зомби амброзио зомби амброзио доходят этот парень тоже зомби амброзио доходит но тем не менее можно вообще встать на край и не тогда хотя сайт степ есть можно на край вставать спокойно 2 3 4 5 6 7 8 9 сюда встать максимум можно дать ассист нет кстати неплохо а вот это кстати неплохо он о а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чё-то я не понимаю... А, даёт ассист и снизу удар чайником получается. Чё-то так себе. Лонер упал. Лонер перекинул лонера и пошёл дальше. Окей. Четыре плюс? Какой четыре плюс? Я не вижу в этом проблем. Ну, сейчас есть возможность ударить чайни вот так. Конечно, если здесь снять ассист, можно отсюда ударить. Кстати, я бы отсюда, наверное, бил. Да, он тоже бьёт отсюда. На Ресли выбивает мяч. Пум-пум. И мяч вне досягаемости для гуляша. Если только гуляш шестёрки не умеет кидать. Всё-таки додж. И подбор в минус два. Это пятёрочки. Пять-пять. Четыре. Три. И такой... Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, Грайндкор, смотри. Я считаю, Майти Блоу надо брать. При любых раскладах. Потому что он... Ну, Майти Блоу всегда, как бы, даёт бонус на удары шаром. Ты даже лежачих можешь пинать с Майти Блоу. Это, по-моему, очень круто. И... Уже... А вот уже на втором я бы, наверное, удалял и брал бы нового. Если он кидает не дубль. На дубле можно уже подумать реально о блоке или о шурфитах. Всё-таки шурфит даёт дополнительно, считай, два удара. Можно, кстати, граб. То есть, это, получается, уже два левела можно брать. А ты уверен, что на лежачих МБ не работает, Колян? Я просто не проверял. Грайндкор, все рано или поздно умирают на 1-1? Ну, соответственно, ты до третьего левела... Ой, до четвёртого левела, получается, ждёшь. То есть, три левелапа. Если на третьем левелапе не кидается дубль, то в ад. И дабл черепа, которые ролятся всё-таки. Всё-таки не хочется терновер. И взяточка на первом же фалле 2-2. Где сники-гид, когда он так нужен? Где этот весёлый парень пронырливый? Ой, я помню, я сегодня с утра, когда на работу ехал, открываю такой твич. Думаю, дай-ка посмотрю блатбольчик. Открываю какой-то рандомный стрим. Просто вообще рандомный стрим по блатболу. Первое, что я вижу, бежит парень. Наступает на кого-то и срабатывает сники-гид. Я такой, неплохо, навык работает. Мультиблок я не считаю прям выгодой. То есть, после мультиблока это 2 удара в 2 куба максимум. Ты даже 3 куба не можешь сделать. Останавливаешься. В то время как с мувом ты можешь сделать больше ударов. Хотя можно промахнуться. Да, так ты можешь промахнуться. А с блоком это 100% 2 удара. Да, да. А тут нечего показывать. Тут, собственно, один зомбик отдыхает. И здесь этот парень за фол ушел. И этот парень, к сожалению, травмирован на минус мув. Ииии, здравствуйте. И опять это ролится. Как же это... Как это вообще работает? Его можно, если сюда толкнуть, попробовать выбросить в ад. И он выбрасывает его в ад, реально. Смотрите, как мяч улетает. Классно. Ильдефонса может добежать до меча А здесь зомби на Огре сидят Этот парень не смог уйти Да, Гелиадора печально Печально, что этот минус мув получил С другой стороны, а почему его удалять-то? Он как прилипал и все еще работает Смысл его удалять Творится ад какой-то вообще просто С твердым знаком на конце Ад Или с мягким, не знаю, но это жесть какая-то Творится на самом деле Чайника отправляют поспать Уже второй раз за эту игру Отправляют поспать чайника На этот раз с травмой Не Паригенина А, Паригенина А, это же из-за выталкивания он там оказался Окей Паригенина, все хорошо Чайника Нормально, что ж, живет Не, нет, а только твердый знак большой Кстати, вот Тут как бы встал хорошо Но раз, два, три А без ГФИ ровно до сюда добегает Стан шариком Блин Стан шарику Это жесть какая-то Слушай А он как он Ну то есть как это объяснено Он потом встает Раскручивает шар И дальше играть И что Они же уходят с поля Только потому, что Они не в состоянии Раскрутить шар заново Зомбя лежит Кстати, парень без таку От него убегут, скорее всего Раз, два, три, четыре Можно так побежать Можно вообще ударить сюда И пойти Но это 1D Да, Рико наконец-то справился Выжиг всех на палму Одно плохо, что у Ливонса уже 270 СПП Ему его уже девать некуда Это СПП И Викториана Такой Мое дело здесь Сделано Я спать Пью И свалил спать Чейзим Все Почейзили И хватит Не, ну Пилата Сама себя может Запилить на стан Это нормально А шарик Вообще При любом раскладе То есть Даже если он просто падает Без пробоя Он уходит с поля Не, не, не Блицеру мяч отдать Это уже как-то жестко Хотя Блицер и так покачается Он свои 2 СПП получил Опять порегенено Что-то все знаковые ребята Регенят Не, не, не Грайнкор Понимаешь Здесь в принципе В вероятности То есть Пила может Сама себя Пилить Например На единицу Ну и там Не важно Даже И получить Просто пробой Получить Вообще не получить Пробоя Тут он как бы Тут он каким-то образом Оказывается На Поле Ну я карту не читал То есть Я ориентируюсь По твоим словам Шарик может Упасть на борьбе И он все равно Уходит с поля После этого Парапан Ну 2-0 Хумана выигрывают Все-таки Многовато СПП получено Если честно Этим парнем Ну В моем понимании Это не должно Так работать То есть Как это сказать Смотри У тебя шарик Получает стан Но он все равно Уходит Потому что Он уходит По правилам Самого шара Ну шара Как бы здесь Раф Раф Противоречит Раву И Такого быть Не должно То есть По идее Тогда должно Оба рава И Использоваться Сначала Срабатывает Раф Карты Типа Парень Получил Стан Окей А потом Срабатывает Раф Шарика Но Под этим Станом Он все равно Покидает Поле Все В принципе А у вас Там Какой-то Химический Трип Просто Приходит Не знаю Защита Атвантер Ну это Конечно Не защита Атвантер Потому что Я сомневаюсь Что будет Атвантер Надеюсь Вот этот Парень Переживет Игру Взяточка Еще осталось Девочки Девочки Опять Одного Не разбудили Что-то Неплохо Работают Если честно Второй Раз Уже Одного Не будет Нормально У него усы Прямо Из ноздрей Растут Если бы Я жил В те времена У меня Наверное Тоже Из ноздрей Усы Растли Идеальная Защита Ну Кстати Не совсем Кощей Ну Атвантер Да Не поможет Но Можно 2-1 Было сделать Разница Забитых Пропущенных Она В определенные Моменты Тоже Решает Соответственно Чем больше Ты забил И меньше Пропустил Все Увеличивает Твои шансы На выход Клей-офф Бам Этот парень Точно Пережил Игру Аптека Ушла Кстати Напоминаю Здесь хотя бы Удара С мать Мати-блоу Не будет Китов Стоит Да Уайтов Нет Мати-блоу Будет Просто Фол На 16 Скорее Все Даже Без Паса Смотрим 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 Ну Блиц В Тито 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 Еще Стоит Кстати Это Тито кита стойкий му да я же чейни мне нужна и спп шинька блин а поставил бы поставить и фолл вот этого будет викториана вегетарианца нет не будет а почетный фолл с дп но викториана не так прост он говорит там пиво было ничего и я пойду его опять пить время паса волшебный некроманский пас давай 3 а он это будет пасовать на учение кейджа кейдж не помог если ты криво кинул амбройзи утащил спп бальмонт интересный саймон бальмонт или кто из из рода бальмонтов очень печальная такая судьба амбройзи утащил мвп 52 на 45 были не так не такая большая разница лишь 7 блоков разница при этом 4 затерпели травмы 4 нокаута хумана затерпели три нокаута одну травму и это травма кстати очень печальная очень печальная ильдефонса то есть это 9 это 16 и здесь 7 1 амбройзи заработал столько сколько все некроматы вместе взятые тем не менее тем не менее